Добрый день! Вы на канале «Это футбол, брат». Групповой этап подходит к отцу, многие из сборных завершают свое выступление на Евро, но мы точно дойдем до финала, поэтому оставайтесь с нами, ставьте лайки под этим видео, пишите комментарии и самое главное подписывайтесь. В команде Владислава у нас сегодня замен и изменений нет, а вот Тимур, пожалуйста, представь своего новичка. Мой новичок, это мой близкий друг, уже много-много лет, под сборную Грузии с меня взял усиление, это знаменитый Ираклий Перцхалава. Гамар Джуба. Здравствуй, Ираклий, расскажи, пожалуйста, как тебе Евро, который сейчас идет. Давай так, с точки зрения артиста, вот мы с Тимуром обсуждали, люди лето берут отпуска, забивают на работу, на семьи, приезжают смотреть футбол. А там сборная Англии. Стоит ли возвращать деньги за билеты людям после такого? Ну, конечно, было скучновато, как раз-таки ровно до выхода сборной Грузии на поле. Ребята в разной степени веселят, количеством штанг и перекладин, в первую очередь, и мне, как болельщику сборной Грузии с большим стажем, в общем-то, было не до веселья во время матча, конечно. Да, ну, первое, что я сказал своим друзьям, если бы тренер сказал бы, что за каждую штангу или перекладину дают десятку, никто бы не попал бы. Так тренер хитро не сыграл. То есть все деньги, да, опять решают? Ну, слушай, ну да, психологически, я думаю, что ребята расслабились бы и попадали бы уже как-то в створ. Я не знаю, что сборная Англии пообещали вчера, что они вышли, это была просто какая-то поминальная молитва. Подожди, давай мы сейчас обязательно вернемся и обязательно поругаемся на сборную Англии, на Гарта Саутгейта, я уверен, что нас смотрят. Сил нет ругаться. Я уверен, что смотрят нас. Давайте пробежимся быстро по вашим вчерашним прогнозам. Итак, Нидерланды, Австрия. Команда Тимура прогнозировала победу Австрии, и тут исход у нас есть. Ван Дейк пробьет створ ворот, этого не произошло. У команды Владислава была ничья 2-2, и гол головой, который сработал в этом матче. Николай Николаевич. Светлая голова. Франция-Польша. Команда Тимура прогнозировала победу Франции 1-0. И игрок, вышший на замену, не ударит свор ворот. Это произошло. Команда Владислава 2-0 в пользу Франции. Это не случилось. И мяч после удара со штрафного попадет в стенку. Такого тоже не было. А теперь самое интересное. Англия-Словения 0-0. Можно отсидеть, что мы ничью угадали? Да, вы угадали ничью. И угадали, что Австрия выиграет. Да нет, ну, Тимур, даже обсуждалось 0-0 в матче Англии. Ну да, была идея. А Нагучев прогнозировал 1-1 в Нидерланду. Да, и у вас исход сработал, а также сработало меньше 22,5 удара по воротам. Ну, в принципе, можно даром на любой матч Англии этот прогноз ставить. Как вы угадали. Да, команда Влада прогнозировала победу Англии, она не случилась. И гол Кейна тоже не случился. Дания-Сербия также очень интересный захват и еще и 0-0. Тимур прогнозировал 2-1. Больше 10,5 угловых. Вообще у вас ничего в этом матче не сработало. Хотя было 10 угловых. И даже был... Один угловой не дошел у вас. И даже вдруг рандомом вам выпала желтая карточка за снятую футболку. Но близко очень было. Очень близко. Почти как 3-2 у Николая Николаевича. Можно ли отмечать аут, например? Мяч ушел в аут, и человек от радости снимает футболку. Все сняли футболки от радости, когда матч закончился. Потому что это тоже было невозможно. Ты знаешь, у меня даже есть ощущение, что даже можно не стирать эту форму было, потому что в принципе она сухая. Ну, у некоторых футболистов точно можно вчера не стирать была форму. Мне кажется, телезрители, в первую очередь, от радости сняли майки, да? Я уже спал голый. Голый? Конечно. Немного подробнее. Саша, спасибо, мы визуализировали твой рассказ о том, как ты досматривал матч с Даней и Сербия. У Владислава была победа Дании, гол и штрафной нет. Желтая карточка симуляции. А, гол... Галочка у нас. Гол и штрафной не будет. Но его и не было вообще никакого. Но это надо спрогнозировать. Это был блестящий прогноз, Николай Николаевич. Блестящий. Галочка есть. Как этот называется? При счете 0-0? Не, ну честно, там только так и так могло и залететь. Напомните мне, вот бильярд без луц. Не, подождите, я эту ставку прогнозировал. Мне ее не засчитали? Да мне объясните, пожалуйста, почему в Телеграм-канале всех отметили за 1.30, что у них ударов не будет, поворот. А у меня за 7 не написали. Я не за 1.30. А для того, где Телеграм-канал этот футбол брат? Трусливая... Трусливая... Позовите его в студию, ебка. Правильно, Влад. Переходите. Трусливыми ставками занимаетесь. Я того, знаете, сняженого его вискут собраться. И вот кто-нибудь пришел, говорит, извини, пожалуйста, что с утра я вчера забыл написать в Телеграм-канале. Я говорю, напиши сейчас. Прошел час, никто ничего не написал. Переходите по ссылке в описании. Я не зашел Телеграм-канал, поддержите Владислава Радиула. Вообще у вас скандальная команда сильная. Или вступите в одну из командов. А у вас трусливая за 1.30. А не было консистического коэффициента. Не было за 1.30, нихуя у нас. Это трусливая ставка. Меньше за двойку коэффициент был. На Англию? Да. За 1.10 должно быть. Меньше 20,5 ударов было за двойку коэффициент. Это фальсификацион. Фальсификацион. Друзья мои, переходите по ссылке. А теперь внимание. Теперь внимание. Банк и команд. Тимур, 132 180. Владислав, 111 450. А теперь давайте ворвемся в обсуждение. Николай Николаевич, что-то про кэффициент. А вот сейчас надо восстановить справедливую. Пожалуйста, не откладывайте в долгие ящего. Чуамени. Давайте вернемся к этому. Я считаю, фальсификация. Хорошо. Давайте спросим у самого честного в мире грузина. А по-французски фальсификацион. Чуамени. На какую букву начали? На какую чуамени букву? Ребята, вы не понимаете. Я же грузин. Я как раз таки страна. С скрипцией я рыдаю. Просто скажи на какую. На Т. Правильно. Я тоже сказал на Т. Вернихер на Т. Дали на Че. Да, тысячу. Добавьте им тысячу. Тысячу вам добавим. Спасибо. Ты целый день выносил эту историю. Сколько? Тысяча на дороге не валяй. Пожалуйста, у вас спросите. Подождите. Влад, добавляем тысячу или в Телеграме тебе отмечаем? Что-то одно выберем. И в Телеграме отмечаем нам это. Тысячу выберем. Слушайте, у меня есть идея поразобраться объективнее, нежели чем грузин относительно к чуамени. Надо позвонить, значит, Сычеву. Может быть, там Т не читается на французском прононсионе. Вот после эфира позвони обязательно. Пусть хватает в сезоне друг другу. В нашей команде на Че. На Че. Хорошо. Спасибо. Антон Павлович Чуамени. Я хочу с вами поговорить, с чего мы хотим начать этот день разбирать. Есть у нас скукота в виде Англии, и есть у нас интересная в виде Нидерландов Австрия. Николай Николаевич, о чем ты хочешь поговорить? Сегодня день грузинского народа, да? Давайте пусть выбирают они. Что выбирают? День грузинского народа? Так мы раздевали, если кто-то праздник, это будет праздник. Пусть вечер сегодня будет суши в Португалии. Сегодня национальная валюта Лари будет летать над столами. И в ресторане не сядешь. Вот что плохо, блин. Все, вы грузины оккупируете. Саша, можно с тебя начать? Нас всего 4 миллиона. А можно я буду так, как Николай, о чем мы еще рассказываем? А в посадочных мест в Москве? Я понимаю, что беспокоит Писарева, он не может сесть посмотреть футбол. Смотрит, стоя человек, футбол. В ресторане, в уголке. Матч, конечно, для меня это один из нескольких самых интересных матчей. Был вчера Австрия. Но я и предвидел, что Австрия будет так выглядеть. Австрия очень мощно выглядит. И хоть мы с Саней периодически стебем Рагника, сборная феноменально работает. В Франции она не мощно выглядела, кстати. Очень неплохо выглядела. И вылетят, австрийцы вылетят в первые матчи. Возможно, Николай Николаевич, возможно. Они физически группу... Ты видел, как они носились? Да, возможно. Забицар просто... А что ты решил, что у них закончится бензин? Ты как главный заправщик страны. Еще раз, нельзя месячный турнир провести от первой до полуфинала даже. Они с первого места вышли. Что им еще нужно? А что ты хочешь? Почему ты думаешь, что они сдуются? Просто они выглядели все три игры физически очень хорошо. И так до финала. А он думает, что они сейчас сдуются через два дня. Нет, просто во-первых... На кого Австрия попадает? Скорее всего... Дайте сетку нам, пожалуйста. Сетку? Я подготовил... То есть Грузии уже... Значит, кто не верит. Хорошо, одну восьмую пройдут, а вот дальше... А вот знаете... Сетка хорошая. Господин Ведущий, вот сейчас сетку не я вспомнил. Кстати, видели сеточку? Верхняя часть. Четыре. Все топы наверху. И вот здесь один топ. Поэтому финал... Представляешь, те финалы друг к другу убьют. Почему все топы? Румыния наверху. Англичаны с немцами. Нет, Румыния будет не наверху. А вот внизу нижняя сетка. Только Англия, по-моему. Вот англичаны и здесь здорово. Вот смотри. Вот правая сетка Италия, Англия. Ну подожди, смотри. Австрия. Бельгия будет там. Да, Австрия. Николай Николаевич, Австрия. Вот Австрия попадает на Германию. Смотри, Австрия может обыграть Турцию? Да. Да. И любую из пары Румыния Словения тоже может обыграть. Румыния сейчас на первом месяце будет бельгия. Вот смотри, ну согласись там. А, Бельгия? Согласись в той серии. Да они и Бельгия могут приговорить, это Австрия. Легко. Вождь грузинского народа. Левая половина сильнее, чем правая. Это самый главный мотив. Смотри. Испания, Германия, Португалия, Франция. Саня, это левая часть не поменяется никогда? Нет, смотри. Как ни странно, там где стоят галочки, это уже закономерно. А, это уже все закономерно. А, это предположение. Бля, это конечно, Португалия, Франция, Испания, Германия. Вот видишь, в этой сетке они друг друга уничтожат. До полуфинала уже две, Испания, Германия, Португалия и Франция, уже две большие команды улетают. Португалия, Франция. Мы сейчас смеемся, глядя на эту сетку Англии в финале. Ты представляешь, какой будет позорище, да, футбол? Давайте конкретно о матче поговорим. Ты имеешь в виду о зрелищности? Ну, это, кстати, матч немножко грустный. Не-не, Австрия, я тебе говорю, что... Я не знаю, вчера что делала голландия. Такая лошадка со старта рвет. Ну, не знаю, Николай Николаевич. Русская народная. Они в группе были мощно. Я смотрел матч перед турниром Швейцария-Австрия. Они играли хорошо. Они вообще выглядят очень хорошо при Рагнике. Молодцы. И я не знаю, ты говоришь, что силы закончатся. Но если силы не закончатся, у них была огромная. Которые получили желтые карточки в первом турнире. Давайте опять же, вчера голландцы забили два свои. Ну, елки-палки. А это вам засчитали, как гол головой. Поэтому Николай Николаевич не право. А потому что летело в створ, надо. Получите матчасть. У ИФА откройте. Восьмая страница, девятый столбик. Что там написано? Мяч, летящий в створ. А там проведена линия по вчерашнему. Есть умные люди в ИФА. Есть умные люди в ИФА. Они знают, как определять. Все вопросы от спины врата. Женева, Вюльфлингенстрассы. Это вы там были. Это ваше район. Ну, австрийцам повезло пока. Пока австрийцам нельзя. Что-то творить. Что-то посмотрим. Там гол головой, когда он пробил. Еще раз. Второй автогол Нидерланды. Вы со мной можете спорить, но не Суэфа. Согласен. Все. Гол защитован головой. Мы не спорим. Со мной можете спорить, но не Суэфа. Не было вот этого, в который я влюблен, центральной защитника у австрийцев. Так. Темный. Интересно. Данзо? Данзо, да. Ну, он и во втором туре на замену вышел. Да? Ну, не знаю. Мне кажется, что... А тебе хватило 90 минут, чтобы влюблен. Первого матча, блин, да. Любой с первого взгляда. Ну, я тебе скажу, что Забицер пока что, пока что... Лучший игрок турнира? Ну, по мне, это один из там трех лучших игрок турнира. А есть допинг на Евро? Забицер так и в Лиге Чебалов. А он и так играет всегда. Ты хочешь поехать? Сомневаюсь. В составе какой сборной? Здесь места заняты. В этом вопросе ты в Уфа не доверяешь. Давайте так. Какой команде не хватает в Иссере? Он прям мощно. Он летает, я согласен. Англия Николаевна. Англия. Он до чего-то писарей в Кейн просто. Без связок вместо Кейна. Конечно, конечно. Смотри, Кейн, где играет. Кейн просто то, как Кросс третьим центральным становится. Разыграть. То типа он блуждающий. Раньше у него это получалось на прошлом Евро. Когда он из глубины, видно еще скорость. А сейчас он просто уходит с позиции центрального нападающего. А зачем? Блять, чтобы с Мичелым чуть-чуть попытки. Он даже ниже играет. Он не ниже играет. И я возвращаюсь опять к своей мысли. Плюс-минус, смотри, ты играет вообще без центрального нападающего. Слушай, договори, пожалуйста. Да я не могу договорить, потому что Грузия фильм нашего капитана. Я тебя обожаю. Давай. Смотри, я это поднимал еще в первом матче Англии. На всю Англию есть только один левоногий крайний защитник. Для Кейна тоже подачи нужны. Слева вчера была просто тишина. Согласили? Там вообще тишина была. Потому что играет в тряпье. Он прав... У него левая... Почему и при чем в первой игре? Левая игра. Мы уже левая игра не можем выбирать. Для ходьбы. Он в Ньюкасле справа. В сезоне правоногий 10 голевых отдал в чемпионате тряпье, играющий на всю Англию, меньше крайних защитников, чем у нас для сборной в РПЛ. Ты прав, но он же мог бы, если такая была бы задача, он даже с правой ноги может перевернуть, хотя бы два раза за матч. Когда ты не уверен так в себе в атаке, ты туда и не ходишь. Где в атаке, где он был вчера? Какой атаке? Саша, можно, пожалуйста, вас... Крайне защитник. Современный защитник. Какой атаке вчера был тряпье? Да не был, наоборот. Так тебе про это и говорят. Потому что нога у него левая. Потому что саутгей. Коль, умей проигрывать, подожди. Потому что саутгей. Влад, можно я с тобой... Вам по грузински сказать? Нет. Мы по-русски не очень. Мы разговариваем о Нидерланды-Австрии сейчас. У нас Киев всплыл почему-то. Прямо слово всплыл. Это потому что место которого я должен выйти. Саша, Влад. Уэфа не преподавали географию, ничего страшного. Саша, Влад, можно по вчерашнему матчу еще раз Нидерланды? Австрия. Я не знаю, где Грузия находится. Австрия. Германия. Это сенсация? Голландия. Мне Голландия вообще какая-то сумбурно вчера показал. Да, это сенсация. Я тебя услышал. В моем понимании, что еще перед началом Евро было понятно, что Австрия будет открытие по игрокам, потому что Рагник, у него есть своя схема игры, она может быть разной. Мне очень нравится, как они прессингуют. Они не безошибочно, но прессингуют очень здорово. Потом есть звезды. Ну а вчера они попали под голландцев. Вы видели, что я вчера Ван Дейк творил? Когда он при третьем мяч сломал вне игре, он находился на 11-метровой отметке, все на линии штрафной получают забитую передачу. Катастрофа была. Раз. Второй гол, когда он кого-то там пытался выдать и штрафной, отдали пас на уровне, он вообще встал и смотрит футбол. Ну с таким футболом дальше голландцы, которые в каждом матче позволяют составить 7 моментов, они 1-8 поедут. С другой стороны, Малин на начале матча вышел 1-1, забиваем там. Но при 0-1 уже. А, или при 0-1. Забиваем, пустые, ну не пустые, ладно, там. Ну это детали, моменты, но сама по себе. Ну Абстрия, вот Коля говорит, они закончатся, у них все, потому что они наоборот, что по нарастающей пойдут еще больше сносить. Нет, у них в центре обороны постоянная ротация, Лаймер не играл, ну в стартом стае Бомгартнер не играл, почему у них должны быть? У них все игроки, послушай, ты лучше знаешь, наверное, по игрокам, у них все игроки играют в хороших клубах, правильно? В Бундеслиге. В Бундеслиге, в командах, которые исповедуют атакующий футбол. Который построил, собственно, систему Ральф. Да, у них есть звезда Забицер, который проводит фантастические правильные чемпионы. И если в других клубах Забицер не такой лидер, в клубах своих, которых играет, не прям Прима, то здесь он номер один. И вот это его возносит. И у него получается еще. В этом сезоне он был первый-второй номер. Я бы сказал, что здесь тоже первый-второй номер. Но это топ-уровень. Саша, вот ему лишь бы, знаешь, я вот говорю первый, но первый-второй. Мы в первом выпуске нашли. Вы нас чемите за прогнозы, за наши коэффициенты. Вот и... Ты прав. Забицер из лидеров, вот если взять всех лидеров, всех клубов, да, он действительно по максимуму проводит чемпионат. И он видно, что тащит команду за собой. Он прям лидер. И помимо этого у него команда хорошая. А, и он лидер прямо. Лидер у него все получается. Потому что вчера... Ну что это за футбол, который показывали вчера англичане? Вот у них Беллингем вышел на поле. Испанцы тоже, а у них нет ярко выраженного такого одного лидера. Это все-таки больше... Родри. Ну, нельзя сказать, что Родри как Забицер для Австрии. Слушай, ну там все могут проявиться как лидера. А я считаю, что в команде долго. Если визуально брать, то Австрия производит очень хорошее впечатление. И если брать вот все команды, которые вышли сейчас в плей-офф, возьмем, испанцы смотрятся хорошо. Немцы противоречивы, потому что первые два матча очень, а дальше... Третий матч невнятно совсем. Непонятно, когда они попадут на Австрию или на Испанию. И австрийцы против даже сильных соперников. Ты вспомнишь футбол против француза? Они играли очень хорошо. Они так же играли. Они момент создали, прессинговали, таковали. И главное, что они играют на такой скорости, в которой должен играть европейский чемпионат. В отличие от англичан, блядь. Я реально честно буду в шоке, если они сильно поменяются в плей-офф. Кто? Ну, англичане. Какого хрена? Подожди, дай мне, можно, пожалуйста, вот Австрию. Мы сейчас, мы в этой студии говорили, что Австрия потенциально темная лошадка. Ну, мы больше считали, наверное, Голландию больше темной лошадкой, но Нидерланды. Но это просто там совсем любительство было. Саша нас осадил, сказал, что с рангником... Я просто очень не люблю рангника. А вот ментаморфоза произошла какая-то, походу, Европа? Он проделает прекрасную работу, вопросов нет, и это надо признать. А у тебя ты не любишь как кого? Ну, он не любит того, что он локомотиве завалил работу. Да, я не болею за локомотив, но я болею за сильную российскую премьер-лигу. И то, как он себя вел здесь, то, что он говорил, я вообще консультант, ну, а клуб же, говорит, Ральф, там, устроился к нам на работу, у него есть должность, он говорит, я вообще к этому не имею. Ну, давай откинем эту историю и просто оценивайся как тренера. Он так и не привел. Не, ну, в общем, хирурган. У него большой, главным тренером здесь. Нет, я оцениваю его поведение и то, насколько он вкладывался в работу. Сюда он проехал просто заработать бабло. Я же не говорю, я его не люблю, но здесь он проделывает классную работу. Вопрос их ноль. Ну, и он игроков, игроки подобраны, они мобильные все быстрые. Он почти всех из них вырастет. Ну, в этом плане, они знают, его требуют. Ну, кроме Арнаутовича, наверное. Ну, Арнаутовича еще и Николай Николаевич. Выращивают клубы, а не сборная. Что вы лепите? Ну, он в клубе был. Когда он ратнул и что? Так, а здесь сколько? Подождите, с детского венеса. Хорошо, Дела Фэнте в Испании. Он с ними совсем не бесит. Выиграл ЕВР молодежи. И с удовольствием работал. А также было, помнишь, как Дребулский был. Так же. Ну, почему футболист приезжает в сборную, он там растет тоже, блин. В сборную он растет. Редбол работает в одной системе. Еще раз. А у другого тренера он в сборной будет умер. Есть физическая подготовка. Подожди, Сань. А вот когда Романцев в твои времена брал, сколько спартачей было в сборной? Ну, много. 8-9. Это же было важно, чтобы быстрее сыграться? А не спартачи, которые приезжали. И было же тоже много спартачей. И они тоже прибавляли. Вот опять же, и Влад играл в Романцево, блин. Вот я тебе скажу, я приезжал в сборную из ЦСКА. Там были человек 10 спартаковцев и легионеры, которые тоже прошли спартаковский футбол. И нам приезжали я там, Кончелы, Колыван. Нам приходилось подстраиваться под них. Приходилось подстраиваться? Конечно. Здесь тоже, правильно как я говорю, здесь играет команда, как играет Левчик. Нет, ну вот смотри, просто открываем состав вчерашний. Александр Праз, он из Лифферинга. Это фарм-клуб Рэдбула. То есть это одна система. Это тоже система. Уэбер, Рэдбул. Забицер, Рэдбул. Зайвальд, Рэдбул. Ну и там Лаймер, Баумгартнер, если мы говорим про главных игроков, Рэдбул. А когда школа? Рэдбул это вообще не рангик. Это вообще вся система. Если он был спортивным директором, он подбирал. Может он не тренер, он не едет физически готовить команду? Нет, он подобрал. Николай Николаевич, ты правильно, физически, но там все работает по его бюджетике. Подожди, Коль, вернемся к твоей работе в сборной национальной. Кто готовит физически команду? Ну все, почему здесь рапник-то? Понятно, что он отвечает в совокупности. Я вам с самого первого момента, когда мы начали высказывать плюрализм мнений. Ты положи руку на стол, там тебе кобурат, пистолет в кобуре что ли? Я научился из пальца стрелять. Не отвлекайте своими шутками от резюме. Важного очень. Физическая подготовка на месячном турнире, включающем в себя до финала 7 матчей, очень важно все равно распределить, когда ты выйдешь на пик-форме. К матчам плей-офф или в группе уже. Стоп. Согласен. Это важнейшая составляющая. Учитывая то, что говорит Саня, что он знает, как все они подготовлены в клубах. Они подготовлены. По его методике. Он знает, сколько из них можно выжать. Что 7 подряд матчей за месяц они будут нестись, как сейчас. Да может они, конечно, я же не про это говорю. Вот. Может они как раз сейчас и не несутся. Ёпты. А это анекдот про черно-белые полосы. Это твое мнение. Вот. Может сейчас у них черная полоса. Может черная. Хорошо. Вот посмотрим. Сейчас посмотрим. Все. Посмотрим. У них турки. Я считаю, что турков они убьют. Почему у нас писали? Я хочу, чтобы мы здесь все обнялись, поцеловались. Коль, можете вопрос. Это нельзя делать. И с уникой. У нас человек пришел. Дайте ему вопрос. Дайте сказать. Дайте не профессионалу. Задайте вопрос профессионалу. Давай. Я услышал тебя относительно того, что, конечно, на этом отрезке невозможно на максимальной физической форме находиться. Но у меня от тебя вопрос. Два вопроса. Первое. Является ли для тебя Австрия вот прям фаворитом турнира и одной из топовых команд? Правильно, что нет? Не является это открытие турнира. В связи с этим, да. В связи с этим у меня, соответственно, другой вопрос. А имеет ли возможность тренер рисковать и не выводить на начальном этапе команду не фаворит на не пик формы для того, чтобы вдалеку играть? Им выйти сначала надо, брат. Из этого болота. Молодец. Сам и ответил. Вот значит, что он их подготовил, выйти из группы уже для Австрии успехно. Это мы посмотрим. А на моральные волевые ходите в группу? Они выиграли группу в Франции. Тогда все будут говорить, блядь, как он Австрию так подготовил, что они носиться могут месяц, блядь, без спада. Сколько раз Николай Писерик сегодня сказал месяц, месячный, очень много слова месяц. Браво, браво, браво. Шутка, браво. Франция, Польша. Даже сам не посмеялся. Франция, Польша, я отказываюсь разговаривать. Написание пускай говорит. Сань, я хочу спросить. Почему я? Хорошо. Я их обыграл, да? Да, ты французов выиграл неоднократно. Ну, мне очень странно было. Ты не знаешь, почему не играл, честно, вчера? Ну, его не прогнозировали, потому что они вылетели. Нужно было дать Скорукскому поиграть, который провел хорошее сезон в Болонии, и он вытащил очко для Польши. Ну, блин, там по фамилиям на табло очень красиво все, Ливандовский гол, Мбаппе гол, а по игре? Саша? Ну, что, очень хорошая игра такая, куча моментов. Наверное, самая она вчера, да? А какой матч? А какой матч? Франция, Польша. Франция, Польша? Франция, Польша? На фори-борной Англии там был праздник. Да, это Эльбрус вчера, что ли, ездил в Филд? Не, ну, блин, а сколько моментов там вот? И, о, этот, как вратарь поляков? Скорук. Скорук. Скорук, сколько он выручал, столько там, блин, ну. Да где он выручал, там такие, я бы ногами принимал, мячи на грудь, и поехали вперед. Где он там что выручал? Ну, там много моментов было на руке, Влад. Не, мы вчера говорили, что Болония чемпион Европы. Я смотрел в Австрию. Не, не, я вчера целый матч смотрел англичан. Я, конечно, не мазохист, но мне, это, я посмотрел. Ну, ладно, об этой, да, о Франции, да? Да, вернись. Насколько нас возбудил Англия, что в каждой игре мы вспоминаем... Вашей команде не мешали говорить, дайте Стане сказать. Вот, и я считаю, что французы, конечно, ну, должны были выигрывать этот матч, и, блин, но где-то не повезло, где-то и судейское решение, хотя там, конечно, там, вот это микроскопическое касание, микроскопический момент, блин, ну, и опять он перебивал. Я, честно говоря, не знаю, там, Лапочкина нет, он сейчас можно вот это, вот, блин, 10 раз останавливаться, да, блин, 10 раз, блин, ходи, нет. Надо запрещать, потому что Миньян сорвался с линии из-за того, что этот два раза останавливался. Ну, блин, раз, да, он перебился потом, да, этот пенальти? Я-то не думаю, что с правилами не запрещено, так останавливаться. Ну, надо, надо, нет, вообще. Должны быть постоянное движение. Ну, он двигается, он не останавливается. Он даже приостанавливается, а последние три шага даже приостанавливается. Ну, вратарь, у нас спросить Лапочка на поправим, что означает, тогда этот пенальти отменяется, не забивается, считается незабитым, перебивает. Потому что, вот, в данной ситуации, Фил, скажи ты, как вратарь, вратаря, ты все равно, если я начинаю делать паузу, ты волей-неволей будешь сдвигаться. Ну, конечно, конечно. И здесь, мало того, что вратарю нельзя сдвигаться с линии, тебе еще дергают этими паузами. Тут преимущество в сторону бьющих, оно двойное получается. Двойное, конечно. И тут я, ну, по-моему, уже, правильно говорят, что запрещали останавливаться во время разбега, по-моему, даже, ну, сейчас не помню, по-моему, то ли последний шаг. За три шага. За три шага. За два или за три шага нельзя даже... А он уже перед последним шагом, он остановился и ударил, второй раз, блин. Вообще, вратарян сейчас тяжелее, да, Фил? Конечно. Раньше руки можно было отдавать спокойно. Раньше выбегать можно. Вот, откатили назад, так откатили, ты его вот так вот, да, свобил? Нет, там же тоже было раньше правило, что нельзя с линии выходить, но все пенальти смотришь, там не знаю. Конечно. Да не, ну так же. Просто Николаевич вспомнил про руки, когда можно было брать руками. Сборная Дании, которая выиграла чемпионат Европы, они шмехили, ухерачили со своей... Я играл в последнюю игру, это был первый чемпионат России, мы играли в Находке, я тогда за Факел играл. И мы в Находке играли в последний матч, когда можно было брать в руки. Мы там пол-матча просто, мне защитники, 0-0 мы сыграли. Это такой гол, 2-2, 0-0 мы сыграли. Больше один раз там играли. А ты играл? Факел играл. Николай Кач, в таких независимых клубах вы не играли. Единственный свой гол в Находке. Не горел звездописами. А ты привезли с Находки тогда красные икорки, рыбку? Конечно. Я так понимаю, что вообще, да, неинтересный тур был, что мы икру... Не, это же интереснее. А еще знаете, что здесь... Еще по поводу Находки Владивостока был какой-то матч какой-то, и потом показывают, да, вот после интервью, после, когда там футболисты дают интервью, где-то на парковке, где автобусы стоят, и на заднем плане, бля, смотрю, там люди приходят из сумки, достают красную икру, там футболистам другим отдают, на заднем плане. Да-да, привез. Можно, Саша, у тебя попросить резюмировать Франция-Польша? Ну, вообще, давайте так, мы бы, наверное, видели последний раз Ливандовского на большом турнире. Надеюсь. Ну, потому что он уже все, он уже все. Потому что Саша режимирует, да? Да. А мы уже молчим. Ну, давай послушаем Сашу. Саша, давайте. Да, мне кажется, от этой игры вообще не надо отталкиваться, мне кажется, нужно в целом говорить о Франции, о том, как она выглядит. Мы говорили. Да. Нет голов своих. Тут теперь нет голов с игры, потому что МБП забил с пенальти. Гризман, как мы предполагали, не вышел, и это такую дилемму, да, рождает перед плей-офф, будет он играть или нет. Ну, скорее всего, понятно, что да. Но вот эта тройка Рабье, Канте и Чо Мини, кстати, фамилия с буквой Ч, она супер оборонительная на бумаге, да. Поэтому, опять же, Дешам очень осторожный, и, к сожалению, наверное, от игры к игре Франция в атаке не сильно добавляет в разных сочетаниях. Я хотел бы немножко дополнить, мы вчера ругали Днебеле, а он мне вчера пенальти сделал. Ну, это все, и то, потому что нюзак какой-то исходящий, долбанул по ногам, ебта. А у Памикану, сколько может человек срать, наверное? Сколько хочешь. Он провалил весь сезон на клубном уровне. Да, говорит, каждый новый главный тренер Баварии. Изуродовал команду, они вылетели отовсюду, не выиграли ни одного титула, он пришел, ты не лучше пенальти сделал, надо быть больным, ебта, чтобы сзади ударить по ногам человека. Саня, где играть в защитник Салиба вообще? Ты серьезно? Да. В Арсенале. В Арсенале, да? Это один из лучших защитников АПЛ двух последних лет. Я читал, кого бы ты поставил вместо Буракова? Он прям в порядке, прям в порядке. Я бы лучше десятером вышел играть в Тебюссене. Он в каждом матче привозит, реально. Но я вот играю в Анаполе, я бы с ним играл. Я говорю, что дурел совсем, что матч в матч. Понимаешь, кого он убил в Лиге чемпионов? Он шмальнул по ногам, удалился, нахрен вылетел. А, да, было такое. Здесь с поляками, поляк выбегает из штрафной в другую сторону. Я говорю, на тебе нахуй по ногам зайзите. В Лейпциге он так не играл. В Лейпциге он играл лучше играть. Давай ему знать, что надо кратников. Две ремарки, коротко, две ремарки. Первое. 55 касаний сделала Франция в штрафной Польше. Это второй результат на Евро. Но там первый нелегистер. И самое главное. Покажите табличку Франция против Польши. Тчуамини с буквы Т. Ощущение, что когда наступает ночь в квартире Писарева, он ложится, у него такой колпак ночной, он тушит свечу, и у него незаработанные тысячи перед глазами. Уже я не знаю, я живу в доме. Потому что хорошо платят. В доме, предоставленном ФК Химкин. А если колпак меется тот, у кого бы не отказывает страх, не у вас знак. Попрошу обратить внимание. Наша команда не смеялась. Во-первых. Во-вторых, шутка, считаю, ниже пояса. Не годится. Отправляем Влада на перевоспитание. К нам в команду мы его забираем. У меня просто уже родилась ответная. Если бы была тыщеночка, мы бы засчитали все-таки на Т, дом был бы получше. Все-таки. Тебе кто-нибудь понял вот это вот? Нет. Во-первых, ты не знаешь, как вот дома у Николая Николаевича. С бритвочкой. Давайте перейдем. А это дворец. Можно мы перейдем? Дворец, дворец. Смотрю. Смотрю. Как будто грузинское застолье. И я хочу сейчас десерты подать. В виде десерта у нас Англия-Словения. Не, ну это просто вчера, я знаешь, я как такой вчера мудак. У меня вчера такое свидание намечалось. И мне звонит девушка, говорит, пойдем поужина. Она говорит, ты охуела? Англия играет. В принципе, я думаю, я бы тебе больше не звонил. Да, я ее заблокировал, потому что мне стыдно стало к концу матча. Ты ее заблокировал. Как я бы это говнище променять на свидание. Это было вообще, я не знаю, я просто не представляю, что было бы, если было бы рандеву у Дешама и у Саутгейта. Они бы сели, встретились в ресторане. А был супер матч. Это мой анонс. Они бы встретились в ресторане и болчали бы два часа между собой. Просто съели бы и свалили друг на друга. Но это просто пиздец. Саня говорит, вы все время говорите про Саутгейта. Мне Саня вчера с подкулками пишет, и он прав, что говорит, посмотри на эти передачи Англии. Покажите, пожалуйста, вопрос в трем действующем тренером. Саня, я не представляю такую установку, которую дали бы футболистам. Беллингеву сказали бы, так, вы играете на слой. А ты думаешь, что им дали установку? Я так не думаю. Они сами так играют. Ну, три дня назад, ну, после предыдущего шикарного матча с сборной Англии, я вкинул такую мысль о том, что сборная Англии так играет не потому, что игроки плохие, или в плохой форме, устали и так далее, а потому что Саутгейт, и это мы видим от турнира к турниру, он очень осторожный тренер, с очень осторожными установками, и передачи вперед по центру практически запрещены, чтобы не было потери, мы расставимся, и в том числе позиция Трипьера из-за этого, и вчера вот карты передачи. Трипьер не произносится, Трипьер. Трипьер это другое. Ты понял? Чуаменди, Трипьер, вот это из этой серии. Посмотри, посмотри, посмотри на вот это. Сань, договори. Посмотрите на вот это. Это что? Это что? Рисунок ребенка. Это трехлетний рисунок трехлетнего ребенка. Это движение плохие какое-то. Под собаки. Тренеры, о которых вы говорите, они же игроки были оборонительные, вот они осторожничают, логично же. Я, например, смотри. У Романцев тоже был защитником, а он бы, господа играл вот такой. Сань, послушай, у меня есть друг, например, Владислав Радимов. Я плохо себе представляю, например, чтобы Владу кто-то сказал в установку, пас вперед не давай. Он бы все равно сказал бы, окей, коуч, но и все равно игра бы по сути. Ты по-другому представь. Ты по-другому представь. Ты можешь представить игрока, который не выполняет то, что говорит тренер Радимов. Теперь просто представь. Представляю, если это игрок Беллингем. Уже тренер Радимов режет слух. Хорошо. А может быть Словения? Словения так играла. Хорошо. Ты можешь Головину, к примеру, у тебя в команде Головин, который двигается, ты можешь ему сказать, вообще вперед не беги, только вдоль и поперек давай пас. Нет, ну надо сильные качества использовать игрока. Ну как Беллингем? Конечно. Беллингем самый дорогой игрок Беллингем. Ты как ему скажешь? Вперед тебе беги. Николай бы ничего не сказал. Николай бы подошел к главному тренеру, будучи помощником, и сказал, Головину не говори. Ребят, почему вы все время говорите про Англию? Давайте по Словению. Потому что Словения, может быть, играла так, что не позволяла Англия. Ну у Англии никто не позволял. Словении, бензин, бензин закончился у Словении. Они уже половину поля не переходили. И нормально Англия. И нормально Англия. Согласен, согласен. Она там была в окнушую. Слушай, впечатление от Англии, от группового турнира, чтобы они нахер вылетели скорее. Сто процентов. И чтобы их разорвали, размазали. Мы Англию взяли. Я забыл, мы Англию взяли. Пусть они вылетят вот за то, что они творили на групповом изжателе. Просто не хочу их видеть. Потому что это Анки футбол. И даже если они, подожди, прибавят сейчас Англии. Они не прибавят. Пусть они вылетят. Не прибавят? Да, они так же будут играть. Вот пусть вылетят. Не хочу. Второй график покажите, пожалуйста. Ну там Нидерланды. А можно Санды, скорее всего. Вот, Николай Николаевич, вопрос действующему тренеру. Как объяснить то, что практически нет атак через центр? Это что? Это не установка тренера? Это единственный действующий игрок Фоден, который хоть как-то пытался двигаться. Нет. Поэтому он открывался на фланге и получался пас. Ну, Фоден часто в середину уходил. Ты что, действующий тренер? Ну, в какой-то, в каком-то смысле. Согласен. Постаю в углу, блядь. Тимур первый нашел в углу. Подожди, когда критика, не голословная критика, надо его принимать. Согласен. Вот меня удивляет 54% со стороны Трепьев. Это в первом тайме. Фоден, да какая разница? Ну, ты попадаешь, ты проводишь атаку, но ни одной подачи слева не было. Там просто было... Что-то к нему пристал-то. Блядь, потому что это меня бесит, когда, блядь, на всю сборную Англии играет левый защитник и правоногий. Да. Это бред. Ну, ты понимаешь, ты вот к одной детали прицепился, там не проблема в этой детали. Подожди. А хорошо, кто их играет? Она характеризуется. Вообще всю Англию. Секунду. Кто у них играет справа? Справа Окер. Сколько Окер подал? Еще... И это проблема. Так почему же хотя бы справа ни одной подачи не шло? Нет, и это большая проблема. Значит, может быть тогда вопрос в том, что когда они добегают до этой точки, почему-то Кейна не оказывается так куда подавать мяч? Да потому что Кейн в центре поля. Я же просто и говорил. Кейна играл. И праву подавать. Подожди. Была бы задача подавать справа, поставили бы Арнольда, Вы помните, как восхищались на прошлом Евро? Потому что у него с Масом все лучше, нежели чем у Вокера. Ну да, но ты понимаешь, что там потом Кейна не оказывается. И помнишь на прошлом Евро, как все восхищались, когда они дошли в финал, как Кейн умно играет, отходя назад, вытаскивая мяч, отрабатывая в обороне. Они дошли до Евро. Кейн так же играл, как и сейчас. Ну, как будто бы... Что-то с Кейлином случилось. Они все турниры... У них два матча было. Иран и Франция. Все остальные матчи были во дня. Вот это вот. Одинаково. Саня, мне кажется, наверное, ты прав, потому что ты вообще все помнишь. Но мне вот кажется, что такую вот паскуду в своей игре, как вчера, я такого не имею. Можно я, сейчас англичане очень имеют. Ну, пол момента за матч, ну как? Когда у тебя в центре поля есть Беллингем, зачем тебе опускать Кейна туда еще? Вот именно, да. Так он сам это делает, чтобы мяч потрогать. Ему мяч не доходит, он начинает его искать. Так же самое, как в Соболе и Спаркаке. Кейн просто в первом тайме. Первый матч в Майдоне, Саня. Саша, я, например, приду Паше Погремняк в зените адвоката. Да. Ну, когда у тебя вокруг там Домингес, Дани, Аршави, ну это я как-то... Адвокат ему говорил, Паша, у него единственная фраза была. Паша, make pitch long, сделай большой бой. Вот 20 странных защитников, не уходи от них никуда, не мешай остальным играть среди них. Донеси мяч лету, да. И все. Паша стоял здесь, блядь, ходил в штрафную. Паша стал лучшим бомбардиром куткого УЕФа. Но забивал кучу голов. Потому что он не мешал другим. Потому что другие футболы играют лучше, чем Паша. Прости, Паша, ради Бога. Ну, прости за правду, Паша. Ну, правильно, чем по Гребнику отходить ниже и отбирать мячи, как Тимошук, он не умеет. Созидать, как Аршавин, Доминес Дани, он тоже не умеет. Поэтому он стоял там и забивал мячи и не мешал. Вот Кейн, когда начинает, причем Кейн сейчас не такой мобильный, как там 4 года назад. Да, да. Он визуально видно, что он тяжелый, да? Правильно? И это обедняет игру. Вчера был момент, какой-то прострел в штрафную, по-моему, Беллингем стреляет. Но он побыстрее. Кейн еле вбежал туда, а там шесть полуфутболистов словенцев и один Кейн на полупердящем ходу. И больше, блядь, никого. И если мы посмотрим, как забивали вчера австрийцы или голландцы, их по 4-5 человек вбегают туда. Да, на ходу вбегают. А здесь один Кейн, если он не убежал. Мы говорили про Словинию, но Словиния устраивала этот ход матча. Да. Ну, видно, как они сдули ровно час игры и они сдуваются. Да, и они сдуваются. Они, по-моему, единственная команда, которая все три матча одним составом. Да, да. Мы за все футбол, за красоту любим. Вот за то, что отсутствие красоты у англичан пусть едут нахер домой. Согласен. Вся группа меньше всех головок. И точно ведущий. Равно. Ведомый запустите его час, а его уже раскусил. Давайте про Сербию поговорим, потому что время идет. Подожди, а давайте поаплодируем Гарретту просто. За что? Ну, за это. Я не чокаюсь просто. Давай выберем, не чокай. Ну, если честно, он мне еще и визуально не очень. Мерзкий. Человек, который каждый день, каждый раз, 90 минут жизни нам сжигает. Просто. Сжигает. Сжигает. Это слишком быстрый процесс. Меня удивляет, что английские болельщики приучены к очень крутому футболу, потому что у них… Кем? Сборная Англия? Подойди, я договорю. Клубная. Я про клубную говорю. Потому что они смотрят большой футбол там весь год. Но они тоже, я думаю, несчастливы. Они нашли стаканчики в него кидали. Чудо. Чудо. Ему транзистора Филлипса не хватает. Ха-ха-ха. Ха-ха. 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 Ты сказал, что они привыкли к классному клубному футболу. Лучший английский игрок не играет в АПЛ. Я про Биллингема. Ты не про это… Смотри, у них есть лучший бомбардир Бундеслиги. Ну, который играл куча. Нет, нет. Этот состав. Фодан лучший игрок АПЛ. Сака один из лучших игроков АПЛ. Палмер. У них вчера вышел Палмер. Я думал, ни хрена себе, ты вообще такой авантюрный чувак. Ты Палмера выпускаешь. Ты что, надо еще защитничка. А на сколько он его выпустил? На 20 минут? Ну да. Да. Ну, где-то даже меньше. И Майну тоже пытался атаковать. А он же в центре. Даня и Серби, пожалуйста. Даня и Серби, пожалуйста. Даня и Серби… Даня и Серби… Даня и Серби… Честно, я в какой-то момент вообще думал, что Серби… Ну, по игре… Мне казалось, что Серби устроить ничья. Они вот так играли. У них до 80-й минуты не было ни одного удара. Да, я вот думал… Команда, которая нужна была… Так что Англия, Слава, Слава, это еще более откаженный Я коротко сразу начну. Слава Милошевич недавно вот приезжал. Я здесь в Москве встретился. Я с ним разговариваю. Мы с ним играли вместе сразу. Я говорю, что ты по Сербие скажешь? Ну, что-то сидели уже. Он говорит, слушай, меня с таким же успехом можно было сейчас взять. Я с мячом в порядке до сих пор. Бегать не могу, ёпта. Но вот тех, кто выходит на фон, тоже бегать не могут. А весь футбол сейчас европейский на скоростях. Поэтому… Это было перед первым матчем. Нам, говорит, ни хера не светить. Мы в лучшем случае забьем один гол со стандарта. Они, по-моему, один забили все. По-моему, один забили, да? Да, но там судья пенель не дал на Митровича чистый. В конце? Я не помню. В конце, не в конце. Момент посмотрел просто и видел, там чисто он цепанул за майку, этот упал на чистый пенель. Меля, да. Но это в конце. Ну, это бы не изменило качество игры. Ну, они бы вышли. Ну, вышли. Выграя вчера 1-0, они бы вышли. Зачем? Вот ваша команда критиковала, и, в частности, Николаевич критиковали пару Митрович-Влаховича. Ну, вот Влаховича вчера не было, и что? Его. И что мы видим? И все остальные пешком ходят. Очень не хватило Влаховича. У них вообще не скоростных футболистов, слово совсем. Ладно, до свидания сербе, братушки, поехали. Я предлагаю... А как сборная России с Николаем Николаевичем сыграла с сербами? Что они рассказывали после этого матча? Мы им подсветили. Мы с тобой смотрели. Мы им до Евро подсветили их слабые места. Они не поняли. Они не поняли. Так они в десятером против вас играли. Они провели работу над ошибками, уже по четыре не захватывают. И вот, кстати... Не, ну это просто очень сильный соперник. Я думаю, что вы просто в этой группе катком бы прошлись по всем. Ну, не будем так грубо, но мы бы вышли. Кстати, это очень вероятно. Если бы сборная России участвовала бы сейчас в Германии, то вот этой студии бы не было. Этой студии бы не было. Потому что тут не было бы Николая Николаевича и меня бы не было. Я был бы сейчас рядом с ним в Германии. Мы бы сейчас смотрели... Ты тоже новый ассистент сборной? Да. Ну нет, я новостер в проведении вечера. Я целесна. Вечер. Большая вечерняя программа в Николаевне. Целесна сборная. Да. Вот такая сосисочка. Вот такая метровая. Нет, я не люблю. Не любишь? Рукка, да. Рукка, да. Друзья, пока вас... Прости, пожалуйста. Ты ведущий, я помню. Спасибо. И я уважаю тебя очень сильно. И дай ему слово тогда. Просто... Сейчас. Вы вспоминали матч. Там играл... Ведущий дает слово участникам. Там играл Милан Гаич, которого удалили, да? А в этой игре... Он не дал. То есть Гаича не взяли. Спасибо, Константин. Ты не только ведущий, но и любитель футбола. Да. В этой игре играл справа у них Мияйлович, который не всегда попадал в старт застав крыльев Советов, как опорный полузащитник. Это тоже... Я думаю, что самовелось, если бы тренером поехал сейчас, тоже было бы не хуже. Не взяли Гаича, надо было Генича взять. И тогда бы они за берегом... Не, ну тогда бы... Тогда бы вышли из группы достаточно. Давайте перейдем к Льву Бондаренко, который сделал репортаж. И после репортажа обсудим матчи с сегодняшнего дня. Пожалуйста. Сегодня стартует последний день группового этапа чемпионата Европы. Кто-то уже пакует чемоданы, а кто-то до сих пор надеется на чудо. В общем, эмоции зашкаливают, а поэтому сегодня у обычных прохожих мы будем спрашивать по эмоциям на фотографиях, в деле ли футболист или уже вылетел. Показываю вам фотографии двух футболистов. Один из них уже вылетел с чемпионата Европы, а другой все еще в деле. Как вы думаете, какой и почему? То, наверное, да, все-таки синий. Ну видно, сколько он бедненький настрадался за все время. Да. Синий остался. Вот кто слева, у него прям виден такой азарт. Он, вот у него лицо победителя. То есть, мне кажется, если бы я играл в футбол, я бы побеждал, я бы тоже свою футболку кусал, но у меня рубашка правда. Следующие соперники будут, которые будут играть сегодня. Угу. И вы должны уже предсказать, кто сегодня по эмоциям больше заряжен на победу. Справа я точно ему победы не желаю с этими чудесными волосами. Вот люди с цветными волосами, да, они прекрасны, но насколько они позволяют себе раскрыться, это дорогого стоит. Словакия, Словакия все-таки ближе и к нам. Ну то есть, пишем, покрасить волосы равно победа. В голубой. Ребята, красим волосы в голубой. Мужчина справа, в его глазах какая-то безысходность. Вот молодежь говорит дизмораль. Они оба очень боятся. Один плачет, второй просто за голову держится. Но мне кажется, что все-таки победит тот, который просто испугался. От чего могут испугаться левой? Ну от того, что, конечно, правый плачет. Ну и последнее, тренеры. Кто из них пройдет дальше, выведет свою команду к победе? Мне кажется, слева который, он очень много любит говорить, а делать не так много любит. Мне кажется, что все-таки он не тем занимается. Лучше бы он пошел в политику. А этот более сдержанный, и он нацелен именно на результат. И поэтому он доведет команду до победы. Ну, Радимова выбираю. Почему? Ну, потому что вроде наш зенит исправлен. Ну, а слева, конечно, он борец. Вот видно, что он борец. Он прям не даст спуска никому. Групповый этап заканчивается, и эмоции на пределе. Что будет в плей-офф, да кто его знает. Надеемся, такое же хорошее настроение сейчас и в студии. Поэтому, Тимур, Влад, вам и передаю слово. Возвращаемся в студию, друзья мои. А почему вы начали лари обсуждать? Вдруг, неожиданно. Потому что сегодня мои сборные Грузии. И сейчас мы будем специально для вас тысячу. А для вас, Николай, тысяча лари будет разыграны. Подожди, за один лари сколько рублей можно купить? Ой, а что тебе, компьютер, брат? Это разводняк. Подожди, ты видел, что я проторговлю сразу с акцентом пошло? Ты не чурчел уже продаешь. Малчик, какой-то разводняк. Послушайте, сейчас я буду читать новости. В этих новостях я буду допускать ошибку. Как только вы ее находите, поправляйте меня. Три правильных поправления ведущего дадут вам одну тысячу. Всего одну тысячу за три поправления? Ларри? Ларри, это 400 рублей. Гость, а если мы тебя поправляем по ходу эфира, нам за это бабки дают? Влад, подожди, поднапрягитесь чуть-чуть. Что ты говоришь? Все, спасибо. Спасибо. Меркантильный. Николай. Наоборот. Первая новость, читаю. То, что Муся Ла делает с мячом, невероятно. Заявил нападающий сборной Франции Жереми Даку. Блэд, почему? Во-первых, сборная белья. Регламент я не понял. Здесь ты говоришь, Николай. То есть отвечать должен я, а скучит по столу, зачем-то Александр. Я Николай. Ты Николай? Я сын Николая. И сын Николая? Отвечай. Отвечай, Николай Николай. Я повторю вопрос, потому что вы уже забыл. Короче, во-первых, сборная Бельгии, во-вторых, Муссиала, а не Муссиала. Но ты в это не закладывал. Муссиала или Муссиала? Трипьер не читает Сайера, мы с тобой выяснили. Да, абсолютно верно, Саша. Кто первый хлопнет? Первая звездочка сюда ушла. Не, я Николай теперь. Стучи. В сборной Англии назревает конфликт. Фил Фоден и Джейден Санчо устроили потасовку на тренировке. Санчо нету. Что, простите? Санчо же нету. Абсолютно верно. Стукнуть надо. Ну, он стукнул. Я слышал. Ментально. Вторая звезда. Я не хочу брать деньги. Вторая звезда. Вторая звезда. Ян Зомер уверен, что сборной Швейцарии по силам пройти Испанию в одной восьмой. Они не могут быть восьмой. Они не могут быть восьмой. Абсолютно верно. Главное скучать раньше. Одна звезда. Руки завяжите. Одна. Я не могу. Один. Если Саня Эдмир по словам сломается сразу. Один. Подожди. Роберт Ливандовский расстроен ничьей с Францией. Который лишил его команду шансов. Они до этого вылетели. Они вылетели раньше. Ааа. Все сюда. Два-два. Вы не сказали, что не надо стучать. Два-два. Два-два. Я досрочно беру. Оп. Отвечай. Запрещено. Отвечай. У Николаевича один раз так было. Отвечай. Следующая. Две звездочки здесь. Две здесь. Внимание. Следующая новость. Иньяки Уильямс стал лидером по числу обводок на групповом этапе. Ника Уильямс и Иньяки Уильямс. Его нету в горле. Подожди. Надо дослушать до конца. Иньяки нету. Нормально. Три звездочки тысячи. Сол фасол. Здесь уже тысяча. Вилька Тарель. Ты им сразу отдай тысячу и все. Я не участвовал. Почему Тимур не участвовал? Это каждый гриц. Каждый гриц. Можно от меня вопрос? Давай. Почему в грузинском языке сол фасол без мягкого знакового, а Вилька Тарелька с мягким? А почему ты спрашиваешь? Пошел нахуй. А почему таких? Оставляем, да? Да. Значит, внимание. 190-сантиметровый Анте Будемир стал самым высоким игроком, забившим на евро. Питер Крауч. Вышил. Будемир не забивал меня? Правильно. Он не забивал. Это у вас ставочка такая была? Да. Это влажные сны той команды. Так, у вас тысяча извёздочек. У них убери Дорского и просто... Убери Дорского и просто... Убери Дорского, убери. Семь червей. А что разди? Нет. У вас команда семь червей без Дорского. А я по-другому. У нас убери Филимонова, мы отгадаем все, ёпта. Не факт. Филимонов правильно мешает? У нас нет монтажа, мы просто фигачим вот так поливом. Мы просто фигачим ведущего. Станислав Лоботко, Томаш Суслов и Петр Пикарик, главный тренер сборной Словении Франческо Кальцона, назвал трёх лучших игроков своей команды. Я не знаю. И? И... Кальцоны. Ключевое. Второй человек. Он из Украины. Его нет. Сусов. Второй человек лишний. Нет. Третий лишний. Нет. Нет. Кальцоны. Ну, что? Тренер сборной Словакии. Словении. Словении. А, это Словении! Конечно! Тысяча! Вуаля! Тысяча! Я тебя подтолзнул, видишь? Ты знаешь, что ты за нашу команду играешь? Ты молчишь, им подсказываешь. Еще раз! Я по возрасту. Саня! Тебе нечего делать в той команде. Там нет будущего. Давайте, можно? Последняя новость будет как пенальти. Ты что не купил-то? Последняя новость будет как пенальти. Саша Филимонов. Саша, берись! Пенальти, пожалуйста! Иракли против Филимонов. Двое! Мы молчим! Все молчим! Давай! Галкипер сборной Польши Скорубски стал лучшим игроком матча против Франции. Что не так в этой новости? А можем повторить еще? Галкипер сборной Польши Скорубски стал лучшим игроком матча против Франции. Ну, не он стал игроком лучшего. А кто? Так это уже другой вопрос, дружище! Ха! Что не так в этой новости? А! Баппе стал! Да подожди, не мешай! За команду Польши лучше мы готовы! Нет! Матча! Или матч! Француз! Баппе стал лучшим игроком матча! Нет! Ну, Француз какой-то стал! Иракли сказал, что... Правильный ответ у Иракли? А подвох знаете в чем? Что это правильная новость? Правильная новость я хотел сказать! Правильная новость! Сидит! Чего? Это правильная новость! Он стал лучшим игроком матча Скорубский! Ты же сказал, в каждой новости есть ошибка! Это был подвох! Внимать! Давайте мы сейчас посмотрим таблицу третьих мест! Потому что мне кажется, что это сейчас... Вот! Если Чехии сегодня выигрывает 2-1, 3-2, то Турция будет одной из лучших команд, занявших третье место, и Венгрия тогда будет лучше! Почему, Сань, будет лучше? Потому что у них будет разница мячей минус 2! У Турков сколько сейчас разница мячей? Минус 2! Почему у них здесь 1? Минус 1, да! А, 3-1 они с группы, а 2-1! Да, да, да! У них минус 1 сейчас, а у Венгрия сейчас минус 2! А у Венгрия? Я просто не знал, что будет решаться на уровне голов что-то, и как бы пошел рисковать, потому что за ничейку зацепиться, вот и все! Более того, решается уже не на уровне голов, а Дания же выше Словении, потому что... Карточки! Желтая карточка получил Милевой Ановакович, который играл против России в девятом году, который вообще не игрок! А потом рейтинг, да? Он вообще менеджер сборной, и поэтому Словении на одну карточку больше... Ика, расскажи, где ты смотрел первый матч Грузия-Турция? Первый матч сборной Грузии-Турции, я смотрел, дай бог памяти, подожди! Батумия, нет? Турция-Грузия, где я был, блядь? На стадии, я не помню! Эльбрус, не помню! Мы же с тобой были на этом, на Эльбрусе! Я не полетел в Германию! А, я был в Грузии, да, в Батумии был! Вообще, это было прям... Ирак, пока ты вспоминаешь, Тимур, Николай Николаевич, Словакия-Румыния, ваши прогнозы? Ну, точно у нас будут расходиться, у нас точно будут с Колей расходиться прогнозы, Коля топит за румын, что это самая... Парни Ярданеску? Самая бедная парни Ярданеску, самая, как это, низкая по стоимости команда. Но я считаю, что на меня в Словакии сильное впечатление производят. Тимур, пожалуйста, не забывай, что здесь есть результат, который устраивают обе сборные. И он самым низким коэффициентом. Согласен, вот это мне не нравится. Но они... Подожди, а можно посмотреть еще раз, если, допустим, будет ничья? На какое место выходит Словакия? На кого выходит Словакия? Тимур, да какая разница, им главное выйти? Да они даже смотреть не будут. Я думаю, это правда, да? Подождите, не знаю, что обсуждать в этом матче, они в ничью сыграют. Не надо его обсуждать. Да, сетка плывов, пожалуйста. Вы завтра увидите, что они сыграют в ничью по умолчанию вообще. Словакия. Подожди, Сергей Дергич, спокойно. У меня вопрос к тебе. Смотри, Словакия... Понятно, что они вылетают. Понятно. Но смотри, просто маленький шанс, дай я тебе расскажу. Просто ты футболист. Вот ты футболист. У тебя есть шанс выйти в 1-4 по-любому, в 1-8. Но если ты приложишь чуть сил и обыграешь румынов, ты выходишь на славянцев. А если ты проигрываешь, ты выходишь на ничью, играешь и выходишь на испанцев. Неужели ты думаешь, что они не попробуют обыграть друг друга? Да, не будут. Я думаю, что они не попробуют. Смотри. А, Сань? Попробовать обыграть. Они должны умыть. И можно слить ее, видите? Да, но, блядь, это румыны. Это же не топовая команда. Не надо бежать. У тебя есть шашки на голову. Они с одной стороны не будут бежать и с другой не будут. А в минуте на 60 они поймут, что вообще не будет. Я думаю, знаешь как? И 30 минут в конце будет свист. Согласен. Согласен. Согласен, если к 60 минуте будет вялотекущая каша, с тобой согласят. Но мне кажется, что в первом тайме словаки попробуют обыграть румын. Давай, я правильно сделаю. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Хорошо. А румыны к контратаку помнишь, как они играли с Украиной? Да, конечно помню. Вот они могут атаковать с Шишевой. Будут атаковать двое против десятерых с одной стороны и двое против десятерых с другой. Пусть им на своей половине будут стоять. Близко не дадут подойти к воротам. Посмотрим. Итог. Какой теме? Итог. Коль, говори первый ты. Ну давайте, я с позиции опять футбола, тренерства и так далее, и анализа. А не вот это вот ваши договорняки и все. Румыны сыграли две игры. Первую на контратаках против Румынов. Вот это их коза. Вторую, получив быстрый гол от Бельгии и попробовав с мячом, они с мячом не могут играть. Позиционно не могут, да. Они позиционно вообще не могут играть. Поэтому в Словакии, правильно как ты говоришь, я тоже тебя поддержу. Попробуют в первую минуту, и если они воткнут Румынов, потом они встанут, и те не смогут ничего сделать. Ничего не сделать. А Словаки в контратаке еще воткнут им. Но единственное, в чем проблема двух маленьких команд, у них вот есть состав, а потом, когда надо во втором бы заменами поддержать или темп, или качество игры. А можно состав? У них не хватает ресурса на это. Поэтому... Словаков. Словаков. Ну я не знаю, я согласен, что Дуда и Куцка, они уже на грани там присмерки уже, они там под 40. Ну я не знаю, что... Нет, Дуда помладше, Пекарько и Куцкий 37. Да. Ну я не знаю, но все-таки, все-таки у них сумасшедшие защиты есть. Он очень плохо играет. Плохо пока, да. Но все равно он топовый игрок. Он топовый игрок. Лоботка игрок. Лоботка игрок. Можно, пожалуйста, прогноза. Ну не знаю, я не пойду против команды, Саня считает ничью. Я поставлю ничью, но я лично, я лично, думаю, что Словаки прибьют сегодня Румын. Давай. Итого. Я поставлю, как команда хочет, я поставлю ничью. Ничья. Да. События в матче. Счет какой? Ну, блядь, как они говорят, 0-0, блядь. 0-0. События в матче какие будут. Фолы не хочешь? Меньше фолов. Давай, блядь, ну давай меньше фолов поставлю. Меньше. Это все не мое мнение. Меньше сколько? Глава, зафиксируй. Я считаю, что Словаки сегодня прибьют Румын, и румыночки получат внизу. Но нам делать еще нечего, чтобы фиксировать твое мнение. Значит, вчерашнее... Зафиксировали, пожалуйста, зрители зафиксировали. Оля, подождите, вы вчера помните ставку Николая Николаевича в матче Англии? Англия 1-0, и обе забьют. Он обе просрал вчера. Николай Николаевич, давай утрем нос всем. Подожди. Вот когда ты под фанеру пел, я делал вид, что ты поешь вживую. Аплодировал. Ну он смешно сказал, Горь, не смеялся. Он вообще рассказывает смешно. Даже глупости рассказывает смешно. Горь, Горь. Ничья. Когда Валерий Георгиевич дает установку, ты тоже параллельно с кем-то разговариваешь? Не дай бог. Тимур, давай зафиксируем. Ничья. У Словакии в первой игре 10 фолов, а во второй игре 9 фолов. У Румынии в первой игре 9 фолов, а во второй – 11. И судит Зибберт, у которого в Бундеслиге в этом сезоне меньше 22 нарушений. А сколько дают на матч нарушения? Меньше 22,5 – 2,22. Все, мы ставим. Подожди, меньше 23,5 можно подстраховаться от 9,8. Меньше 22,5 фолов. Да пусть Саня сразу и говорит. Николай Николаевич, ты бы у него спросил курс. У вас в команде, блядь, в Черенков играет торпеда Кутаиси. Как такое может быть? Почему ты жалуешься постоянно? Переходи в спортсмен. Уровень выше, да? Коль. Три головы. В смысле, мы продали силу, чтобы его купили. Давай, я хочу 2-1. Помолчи, пожалуйста. На Словаков. Плывут. Каким образом, если-то ничью сыграют? Да это они в ничью сыграют. Коль, к ней 2-1. Они 2-1 не забьют столько головами. Коль. Во-первых, если кто-то забьет, они, блядь, поставят такие редуты сзади. Ты понимаешь, 0-0 катать тоже. Они, может быть, если хотят там что-то на ничейку, то все равно забьют. А почему он шепчет? Он думает, что его не слышно. Не забьет никто. Веселит. 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 Веселит пули, чтобы забить. Веселит. У меня вчера с Тимуром была договорная ничья. Понимаешь, с чем она закончилась? Как можно? Я сегодня выяснил, что грузинский еврей закончился. Грузинский еврей. Как можно с ним договориться? Причем в вашем прогнозе я как всплыл, блядь, в матче Румыния. Давай говори про Гнур. Короче. Количество ударов меньше, они вообще не будут бить поворотом. Ураган будет ударов. И ноль-ноль. Классический ноль-ноль. Меньше скольки. А сколько даю? Вы удары выбираете. Углариф нету. Пожалуйста возьми. 2-0 Словакия. Если это будет, я с тобой перестану разговаривать. 2-0 Словакия. Ты укрался свой прогноз. Украл. Залез мне в голову. Ты залез тебе в голову и вытащил мою интеллектуальную собственность. Завтра будет передача? Будет. Я зайду завтра. Первому слову мне предоставите. Говори свой прогноз. Сегодня ты. Говори. 2-0. И ураган голов. Ураган ударов. Ураган ударов. Сколько ураганов? Больше 23,5 и 2,2. Больше 23,5 и 2,2. 23 удара? Удара? Это же дальше не в двор. 21,1,60. Это даже мимо ворота тоже считает ударов. Нет, давай там какую-нибудь задвойку есть. Провоцируешь. Что-нибудь задвойку дайди. 22,5 и 1,8. А дальше уже. Возьму за 1,85. Возьму за 1,85. Больше 22,5 ударов. Больше 22,5 ударов. Зафиксирую. Украина, Бельгия. Саша Дорский и Влад. Пожалуйста. У меня есть сексуальная ставка. Давай. Я сижу на сексуальном месте Романа Нагучева, поэтому у меня будет сексуальная ставка. В этой игре будет видеопросмотр. Так. Вар будет. Играет Ромео Лукаку. О. О. И будет, соответственно, видеопросмотр за 2,95. А счет? 3-1 в пользу Бельгии. 3-1 в пользу Бельгии. И просмотр. Таков прогноз Саши Дорского. Влад. Гол Лукаку? Гол Лукаку. Это реально специальная ставка. Засчитывает? Отмененные. Засчитывает. Гол Лукаку. Нет, там есть даже дубль Лукаку сегодня. Нет. А есть такая ставка, Сань, что залетит гол и не засчитают? Конечно. Есть. Николаевич выиграл Германию. А на этот матч? На Бельгии. Матч начнется аккуратненько. Поэтому любой вратарь коснется мяча в первую минуту игры. Нет. 2,85. Зафиксировали. Красиво, Влад. А подожди, а гол Лукаку? Первый гол Лукаку. Подожди, ты одну только выберешь. Все, все, все. Константин. Подожди. Подожди. Дай Николая, пожалуйста. Дайте им нагнать. Хорошо. Что ты хочешь? Ты хочешь 10 спецназки взять? Нет. Одну. Одни коснется. Ну нахер этого Лукаку. Гол Лукаку не даром получается. За первые минуты и сразу понятно. Лукаку. Прикинь. Мы даже здесь отменили Лукаку. А первые минуты какие? 5 минут сколько? Здесь счет 3-1. Нет. Это не Влада счет. Это Санин счет 3-1. 1-0 Бельгия. И вратарь не коснется. Вратарь не коснется. Вратарь не коснется. Вратарь не коснется. Гол Лукаку левой ногой по-моему 2-90 был. Именно левой ногой, блядь. 2-95. Он ничем забить не может. Ни левой, ни правой. Давайте так. Грузия и деньги ценят его. Грузия, Португалия. И Ираклий и Саша Филимонов. У вас опять дуэт. Опять у вас дерби. Батл. Батл. Саша, начнем с тебя. Грузия и Португалия. Грузия дома играет? Грузию. Дома. Кто вверх говорит? Ирак. В Липции. Дома в Липции играет Грузия. А есть там диаспора в Липции? Есть. Шесть человек. Вахтанг. Мираб. Всех их дай по именам. Банана. Вот какое имя грузинское. Подождите, Саш, пожалуйста. Прогноз. Так. Счет европейских. 2-1. Португалия выиграет. 2-1. Португалия выиграет. 2-1 победа в Португалии. О, Грузия забьет гол. Это уже сенсация. А у Португалии видел состав какой? Да. Давайте состав. Братан, ну они там в дубле будут. Подожди, дайте Сашу Филимонову приглашать. Микутация за Португалию. А ты уверен, что Миквей Бешиня будет? Португалии опять поставят. Если не восстановится. Я бы Чиквитадзе поставил. А я Чиквитадзе поставил. Ну это слишком атакующий. Не, Португалий состав покажите, пожалуйста. Там что-то такое. Ё-моё. Там, смотри, все замена. У-у-у. Ты хочешь сказать, что Роналду он поставит с ней? Поэтому... Ты думаешь Роналду поставят? Я уверен, что он будет. Конечно. Роналду сам себе поставит. Конечно, Роналду поставит. Это последний матч. Поэтому мне кажется, надо брать ставку, связанную с ним. Спидай. Сань. События в матче. Вот, пожалуйста, тебя подкинули. Голу Роналду. Ну да, Рональд с пенальти. Это не туда подкидывали. Это подкидывали снова. Я сомневаюсь, что Роналду поставят. Дадут отдохнуть перед... 2-1 за 9. И к событиям в матче? А если травму получат? Да он... Ему нужно. Гол Рональду с пенальти мы не можем найти. Есть гол Роналду просто. За какой коэффициент? Давайте первый гол в матче Рональду. Можно узнать у нас в телеге. Мы все это потом найдем, чтобы сейчас время... Первый гол в матче Рональду за 3.50. Просто гол. Он же не забьет. Тогда если 3.50... Грузины первые забьют грузины. Да не забьют грузины. Отстань. 2-1 и... Первый гол в матче Роналду забьет. Я приду со сбережью. Первый гол от Роналду. Да. Зафиксировали. Иеракли. Завтра я принесу. Я думаю голов будет много. Потому что Грузия откроется соответственно. Понятно, что там есть исполнители. И они забьют. Я думаю Квар забьет. Наконец-то. И все-таки я верю в команду, за которую болею. И с разницей один мяч выиграем мы. Португалия, да? Он просто... Он думает, что Португалия. До сих пор он думает, что Португалия это мегрельская фамилия. Да, я думаю такая. Португалия. Блин, а у меня только сейчас в голове пришла мысль. Грузия же выйдет и может в плей-офф. Если выиграем, конечно. Да. Победа Грузии. Секунду. Победа Грузии. Со счетом. А нельзя, да, сказать, что плюс один? Нет. Исход зайдет. Ну, 2-1 или 3-2 говорим. Ну, наверное, типа... Ну, плюс один нельзя сказать. Надо иметь конкретный счет. Нельзя. Я думаю 3-2, а на Мамарду надо ставить... 60. Пациент 60. Относительно дофига сейвов будет у парня. Да. Дофига сейвов будет у парня. Это есть такая история? Да, есть. Сколько? Какие варианты? Сейчас мы это найдем. Дофига сейвов. Дофига сейвов. Так и есть такая же. Это для вас. Наши паркеры прямо смотрят. И вот то, что мы хуйню несем, они тут же линию сразу отбирают, чтобы мы не обманывали. Подожди, а можно... Нет. Все-таки не Кварацхель, а Микоутадзе все-таки зовет. Все, давайте, наверное, на гол Микоутадзе. Микоутадзе, да. Это второй прогноз. Микоутадзе гол и счет 3-2. 3-2, да. Так. Все остальные я зря объяснил. Быстренько. Чехия, Турция. Влад и Тимур. Погнали. Что? Прогноз. Чехия, Турция. Я возьму, не знаю, я вообще ненавижу эту команду, Турция. Чехия выиграет. Я Чехов возьму. Чехия выиграет. Я не люблю турков. Ну, я не люблю эту сборную Турции. Ты видишь, как они сборные, да. Чехия выиграет, Мирно Боржанович. А когда ты жил в шикарном пятизвездочном отеле в Турции, и я тебя встретил, ты очень... Я за него платил деньги, и что, меня туда бесплатно пустили? Тимур, ты эту сторону убил. А можно счет от тебя? Да. Счет 2-0 выиграет Чехия. А Чехия выиграет 13. Да. А события? Я в восторге. И вот этот... Можно, Саня, такой сделать, что Черный сделает голевой... Ну... Голевой действия. Гол или пас? Ты уверен, что он в Старте выйдет? Да. У тебя есть, я тебе верю. Он же сейчас пойдет Чехов. Я еще уверен, что Гложик что-то сегодня сделает, этот неходячка. Гложик забьет или отдаст Голевой? Влад. 4-7. Гложик. Я Гложиком беру. Чехия 3-1. Я уверен, что Чехия выиграет. Вот прям уверен. Почему мы дружим 30 лет? 3-1. И, значит, ставка за 11. Мяч влетит в ворота от перчаток вратаря. От двух или от двух? От двух. От двух. От двух. Потому что голы будут от двух. Сань, ну-ка. Он отобьет все ворота. Двумя кто ловит? Сюда одной. Объясни. А он вот так подставит ручки, как этот калечный вратарик? Я завтра с утра тебе будет так... Как Левакович. Будет так... Как Левакович. Подставит свои две калечные ручки и забьет. Правильно. Турак закинет. Тяни. Кого выгонят первого? Четыре матча. Ну, послушай. Чехия, Турция от ножа. Кого выгонят? Ну, от ножа? Ну, от ножа? Ну, если кто-то будет везти... Ну, от ножа. А у Чехии, Турции от ножа? Нет, нет. А у Чехии, Турции от ножа? Ну, чехия, Турция, Турция. Ну, у меня может быть... Чехия, Турция от ножа. Турция от ножа. А зачем мы должны... Они одна команда. Ну, что? Зачем мы должны... У нас в команде есть игрок. Вот почему мы не должны... Подожди, стой, секунду. Лидерские качества проявить. Знаешь, есть команда КВН что-никогда, где есть Козлов. Команда КВН что-никогда... Да? Команда что-никогда Козлов. Козлов не может ответить на один вопрос. Но... Собрал команду сильных. Один вредит. Один капитал вредит. Вредит? Друзья мои, давайте посмотреть, как мы знаем, вредит. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. В каком матче произойдет событие, которое ты вытянул? У нас голозащитник у нас. Голозащитник у нас. Я должен, ребят... Помогаем все вместе. Дайте сказать. Какие варианты? Значит... Чехия, Турция. Чехия, Турция. Кто там есть? Есть. Но в Турции забивал правый защитник Грузии, собственно. Итак... Чехия, Турция. Чехия, Турция. Спасибо большое. Смотрите, мы вчера показывали фотографию Модрича после матча и попросили написать в комментариях какой-то интересный коммент, откуда эта фотография. И у нас победитель есть. Побеждает Дани Санискай с комментарием про Модрича. Вручили благодарственную грамоту за 50 лет на заводе. По поводу Модрича. Кстати, по госу он был. Потому что 50 лет на заводе отрали. Напишите нам на почту для того, чтобы получить крутой бонус. Саш, фэнтези. Грустно все. Потому что Кристиан Эриксон ничего не сделал. Хотя от него кое-кто ожидал у нас. Но сборная Англии принесла нам, как обычно, сухарики. Но завтра подведем итоги уже группового этапа. Увидим на каком-то месте. Увидим на каком месте Роман Нагучев. Я думаю, что он завтра будет радоваться. И поэтому он будет вместо меня, собственно, с тобой. Об этом завтра все рассказали. Если он завтра будет сильно бурно радоваться... У тебя завтра тоже будет замена в команде опять? Да. Все. У меня завтра будет замена. Друзья мои. У меня завтра две замены. Две замены. А ты сам придешь? Это вам секрет. Секрет. Для того, чтобы узнать этот секретик, подписывайтесь на наш канал. Оставляйте комментарии. Ставьте лайки. Это помогает нашему видео продвигаться. Нашему каналу расти. Подписывайтесь. И уже завтра в два часа дня мы подведем итогище. Вот такой вот групповой. Кстати, в этой команде тоже завтра замена. А какая? Узнаете завтра. До свидания. До завтра. Николай Николаевич, куда не уходите. И завтра еще одна сенсация. Уже вы записали? Какая? Узнаете. Хорошо. Какая? Ты 16 раз женишься? Ваши махинации я вскрою. Слушайте, а мы не встаем теперь, да? Сидим. О, Тимур. Потому что ко мне безобразное отношение. Какое? Брат. К тебе самые уважительные отношения. А дайте вместе, Тимур. Давайте сфоткаем. Давай, да. Где за? Вот это вот. Блять. У вас так не принято, да? У нас так не принято. Ща, вот я тебе перекину. Я тебе перекину. Но она сделает хорошие фотки, я тебе не брошу. Вот. Японский этот. Магнитофон. Это телефон сразу. А давайте вот так руки сделаем. Вон. Не, я так. Ты Мауринио? Нет, я не Мауринио, я сборная Бразилии 82-го года. Паулу Серджио. Давайте. Смотрите на меня. Фига ты фантазия. Давай. Значит, блять, никто кроме меня не верит в победу в сборную Бразилии Серджио? Почему? Еще 4 миллиона грузин верят. Все? Все. А ты где будешь смотреть? Не знаю пока, брат. Переходи. Мы собираемся. Го-гох, я гелл собрал всех где-то на пушке сказать. Дмитр. Я тебе напишу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!